Вечером четверга в Южном микрорайоне совершено разбойное нападение на офис быстрых займов, расположенный на остановке торговый центр. В очередной раз целью преступников стал павильон отличных наличных. Вооруженный ножом визитер пришел в офис за 20 минут до закрытия и потребовал у менеджера деньги. Помимо девушки здесь была и ее коллега. Они отдали налетчику все имеющиеся средства, а когда он ушел, вызвали полицейских. Ближе всех к месту вызова оказались сотрудники ДПС. Им потерпевшие рассказали, что налетчик похитил 61 тысячу рублей. По рассказу кассира, разбойнику на вид было около 23 лет. Это был молодой человек спортивного телосложения. На нем была темная футболка, а на плече лежала еще одна. Ей он прикрывал лицо. Глаза скрывала кепка. В руках у преступника был большой кухонный нож. В распоряжении полицейских имелась запись камеры наблюдения. Этот файл был опубликован в социальной сети. На ней видно, как фигурант заходит в отделение. Получив деньги от одной из сотрудниц, он обращается к другой. Девушка наклоняется к нижнему ящику. Налетчик же, видимо опасаясь, что дама нажмет тревожную кнопку, перехватывает инициативу. Он забирает деньги и спокойно уходит, пряча перед выходом оружие. Сотрудники ДПС заметили похожего по описанию молодого человека неподалеку от места преступления на перекрестке улиц Ворошилова и Суворова. Подозреваемый, увидев патрульный автомобиль, бросился во дворы. Инспекторы преследовали удирающего разбойника в пешем порядке до улицы Малиновского, но тому удалось скрыться. Похожего человека видел другой экипаж того же подразделения. Замечен фигурант был в районе индустриального поселка. Полицейские прочесали дворы и улицы Салободы, но никого не нашли. С места происшествия Денис Коршунов, Мария Склярова и Виталий Векслер.